Мирно утопают в мусоре. Им завалены окрестности города, обочины автомобильных дорог, детские площадки, места отдыха. Значительную лепту в мусорные горы на улицах вносят сами жители. Примеров каждый день и на каждом шагу. По грязным местам алмазной столицы прошлась Августа Степанова. Каждую весну из-под снега выползают горы мусора. Город буквально утопает в отходах. Их после себя оставляют жители. Очень грязно на детских площадках, потому что там снег вообще не убирают, и там просто лужи играть вообще невозможно. Собак выгуливают, там мусор, никто не убирает. Разбитые бутылки, пластика, курки, бумага и даже одежда. Чего здесь только не увидишь. Но удивляться не приходится. Люди настроены весьма благодушно и особых претензий по этому поводу не высказывают. У нас очень даже хорошо. Очень чисто. Даже приятно походить. Ну, вроде нет. Нормально. Чисто. Грязный, чистый, приятный. Рокводитель наши хороший. Мы рады им. В принципе, более-менее так чисто, так нормально. По кучам окорков под окнами и балконами можно определить, где живут заядлые курильщики. Всюду можно увидеть удручающую картину. По той стороне, короче, а мусор где-то вот там. Ну, по той стороне мусор. Бутылок не вижу, кстати. А вот окорках под подъездом, там вообще, как говорится, подснежники. Чтобы решить проблему, в городе объявлен двух, а в Алросе трехмесячник по санитарной очистке. К уборке привлекут всех. Будут проведены субботники, которые будут проводиться в рамках двухмесячника по санитарной очистке. Потому что погодные условия все-таки позволяют это сделать именно в этот период. Как только установится сухая погода, в городе начнется большой субботник. Выходить или нет на генеральную уборку, каждый решит сам. Но, пожалуй, стоит вспомнить фразу. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.